Очередь в детский сад – проблема многих молодых семей. Вот уже несколько лет детский садик номер 6 находится в стадии ремонта. В марте текущего года компания «Дизайн строит проект» взялась за работы. Сунь часу детского сада номер 6 длится несколько лет. Первый кирпич ремонта был заложен в 2008 году, когда зданию садика, передававшемуся в свое время введение школы-интерната, вновь вернули статус дошкольного образовательного учреждения. Тогда же, в 2008 году, после выделения средств из двух бюджетов – городского и областного. За реконструкцию взялась строительная компания «Стройсервис НТ». Тагильчане установили пластиковые окна, заменили систему отопления и электроснабжения, провели кровельные работы. Теперь «Красная шапочка», так называется садик, действительно стала красной. Радуя глаз бордовой черепицей. Недоразумения с проектами и с метами, а также проблемы с бюджетным финансированием остановили ремонтные работы на неопределенный срок. И только в марте текущего года был проведен открытый электронный аукцион на получение подрядных работ по завершению реконструкции садика. Конкурс выиграла строительная компания «Дизайн-стройпроект». Мы приступили к строительству 7 апреля. Подписали договор и 7 апреля приступили к строительству. Строительство идет по графику и все будет выполнено в срок. На стройке трудится бригада из 30 человек. В ходе работ к зданию будет пристроена спальная комната. Работы ведутся в соответствии с требованиями Санпина. После ремонта в садике будут раздельные пищеблоки, медицинский блок, включающий в себя изолятор. Второй этаж уже готов под покраску. Да, работы были начаты в срок, ведутся в соответствии с графиком. Работы выполняются на хорошем, качественном уровне. Если возникают какие-то рабочие моменты, что-то мы согласовываем с представителями подрядчика. Потом идет у нас оснащение детского сада. И открытие детского сада планируется в декабре месяце. В декабре садик планирует принять 70 детей. 30 мест для детей от года до 3, остальные для детей от 3 до 7 лет. Открытие садика «Красной шапочки» сократит очередь в детские сады, но не решит проблему полностью. Ведь на сегодняшний день путевки в дошкольные учреждения ждет 1221 ребенок.